Несмотря на погоду. Да, вот мне кажется, что вы постоянно на позитиве. Да, я постоянно на позитиве, потому что юмор и смех, они продлевают жизнь, и это очень актуально в наше время. Вот, и я пародирую разными голосами, вот, и радую людей этим, особенно своих друзей и знакомых. Отлично, а вот как вы выявили свои способности пародировать? Ну, все началось с 14-летнего возраста, вот, будучи еще мальчиком, вот, к нам, к сожалению, залезли воры, вот, и я голосом взрослого мужчины, вот, спародировал, и их, в общем, на них крикнул, вот, и, соответственно, они испугались, вот, и убежали. Думая, что там взрослые люди, да. Наверное, так правдоподобно озвучили. Да, 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 и применил, кстати, да, нецензурную брань, да. Вот, видите, очень интересная история, да. И после этого вы заинтересовались пародируем? Да, после этого я понял, что я имею такую возможность, вот, от природы, вот, и начал уже, соответственно, смотреть различные кинофильмы, вот, мультфильмы, вот, и пародировать разными голосами. Был еще такой у меня случай, вот, который мне помог в жизни, вот, пародирование разными голосами, это когда нас послали на колхоз убирать урожай, вот, и я подвернул ногу, и, соответственно, я не смог поехать на выходные домой, вот, и остался один женский контингент и я, вот, и пришли пьяные, значит, это самое, товарищи, которые нам совсем не товарищи, вот. И я, зная голос председателя колхоза и участкового милиционера, я применил свои способности, воспользовался темнотой и с разных точек спародировал, как будто пришла проверка, и кто тут лишний, в общем, это самое, и они убежали. Вот вы можете примерно, хотя бы, да, продемонстрировать, каково это было на тот момент? Ну, этот момент я лучше спародирую вам, давайте, из тех комедийных фильмов, которые я пародирую. Вот, кстати, вот, какие персонажи? Это Попанова из кинофильма «Бриллиантовая руга, берегись автомобиля», это Этуша, Владимира Этуша из кинофильма «Кавказская пленница», да, он там товарища Сахова играет, вот, допустим, товарищ Сахов, он всегда говорил. «Ничего, ничего, торопиться не будем, через неделю проголодается, через неделю тасковать будет, а через месяц сумникой будет, будем ждать». Я в шоке, я вообще не узнала ваш голос. Из кинофильма «Бриллиантовая рука», соответственно, там был Попанов, когда он приехал за Никулиным, вот, переодевшись в таксиста, и говорил. «Кто заказывал такси на Дубровку, вы его, садитесь, вот так, пусть пока отмокает, вся операция займет не более пяти минут, начальство приказало рвать когти, перебазируемся на новую точку». «Руки вверх, как он говорит, Козадоев, да, как-то?» Он говорит, «Руки вверх», Апапанаха, у вас ус отклеился, спасибо. Вот, еще я пародирую с кинофильма «Джентльмены удачи», там Витцин говорил хриплым голосом, вот, когда они сидели на стадионе, там Василий Альбабаевич ему говорит, «Можно я лягу?» А тот ему и говорит, «Итак, сидим, как Тритополя на ключике, еще ты разляжешься, как собака, читать». Отлично. Вот, как в полке, говорит, упал с поезда, тут помню, тут не помню, а говорил порожняком, поедем, хороший цемент. Отлично, Владимир, да, это шикарно просто. Да, а вот подскажите, мне интересно, как отнеслись ваши родители к тому, вот, что вы начали пародировать? Ну, они положительно отнеслись, дело в том, что, будучи на каких-нибудь праздниках, многие друзья и родственники просят, вот, чтобы поднять настроение, они знают мои способности, ведь смех и радость это продлевает жизнь, вот, и это очень актуально в наш такой век, где много мрачного порой бывает, вот, и поэтому я хотел бы сказать, что мультфильмы пародируя, вот, и кинофильмы комедийные, они ведь созданы, именно берут то позитивное зерно, которое необходимо, что нашему поколению, что вашему, и поэтому надо нести вечное, доброе, смех и радость, как говорится, мы приносим людям. Правильно, правильно. А чем еще вы занимаетесь, вот, помимо пародии? Ну, помимо пародии, я еще занимаюсь тем, что я хочу углубляться в этом направлении и делать маски, вот, и пародировать уже непосредственно маски, тот образ принимать, который тоже у Папанова, Этуша и так далее, чтобы это было более доходчиво поколению, которые этого не знают, этих артистов, или уже подзабыли. Владимир, вы пишете стихи. Расскажите, пожалуйста, эту историю телезрителям, я думаю, им будет очень интересно. Ну, будучи, когда был у меня фруктовочный магазин, я писал четверостища, это было очень актуально, свежо, креативно, и поэтому у меня было написано такие общие фразы перед входом в мой магазинчик, где было всегда свежо и хорошо, и там были такие фразы. Кто хочет свежих витаминов, сюда спешите вы, друзья, с ценой легко договоримся, мы рады видеть вас всегда. Оригинально, да? Ты бы зашел. Ну, а заходя туда, они уже, соответственно, видели весь мой эксклюзивный товар, потому что я ездил по всей почти нашей республике, и у меня были поставщики эксклюзивного товара, чего нет было у конкурентов. И, соответственно, вот, допустим, если эксклюзивную клубнику я привозил, вот, то, соответственно, там были стихи. На каждый овощ и фрукт у меня были свои стихи, вот, допустим, вот, про клубнику. Кто сладкую клубнику ест, тот долго, радостно живет, а кто возьмет ее у нас, возможно, Бог денег даст. Видишь? Таланты какие. А у вас есть, не знаю, кумир? Ну, кумир у меня есть, да. Пример, может быть. Кумир – это у меня Леонардо да Винчи. Вот, он был много такой сторонний человек, он в разных ипостасях был, вот, очень актуален и по нынешний день. Вот, также мне нравятся, если, допустим, слова, которые актуальны и по ныне, это Амар Хаян. Вот, он говорил, что, допустим, нет разницы в возрасте, есть разница в уме. Правильно. Вот, потому что, вот, именно как мы воспитаем нашу молодежь, вот, как мы ее будем, поэтому она будет на нашем уровне, она будет также впитывать то, что и мы все позитивное и все доброе. Вот, нам, Сергей, нам всегда интересно, когда приходят гости, настолько занятые, развитые, вот, как вы проводите свой досуг? Досуг. Досуг я провожу обычно путешествуя. Как говорил один мыслитель, три вещи должны править человеком. Это любовь, интересная работа и возможность путешествовать. Отлично. Все, все у вас сходится, да? Интересная работа, причем очень даже в точку сказано. Вот, ваши планы на будущее, вы сказали, вот, вы маски планируете сделать, и когда же вас, ваш концерт ожидается в таком случае? Ну, у меня маски, я вот работаю, вот, одна из масок, это вот это вот, ну, это такой, как говорится, отрицательный персонаж, это вот, как бы, Бармалей, вот, но я планирую, значит, создать маски, это Этуша, Попанова и других комедийных артистов. Простите, я примерю? Ты не думаешь, что ты детишек наших испугаешь, которые сейчас смотрят? Я отвернусь, детишки же в школе, да. Вот такая вот маска. Нет, не сиди рядом со мной, пожалуйста. Это очень ужасно смотрится, если бы ты видел. Нет, это страшная маска, да? Это отрицательный, отрицательный персонаж. Но, как вот Баба-Яга, я ходил, у нас было в кинотеатре «Россия», вот, творческая встреча Миллера, такого народного артиста, который Бабу-Ягу играл во всех сказках. Вот, наверное, вы смотрели хоть одну из сказок. Так вот, я как раз ходил на эту встречу, да, и вот, поэтому я работаю над этим, и этот голос тоже вот сейчас вот работает, чтобы пародировать и этот голос. А вот сколько вам понадобится времени для того, чтобы спародировать кого-нибудь из людей? Ну, например, Эшкина. Это по-разному. Это по-разному, потому что это особенность каждого человека, его тембр, его голос, его возможности. Поэтому не все сто процентов получается пародировать всех людей. Вот, но если у тебя есть задатки, то это развивается, и, соответственно, ты уже пародируешь того или иного персонажа. Допустим, вот Борис Новиков есть такой из фильма «Тень исчезает в полдень». Вот я его тоже пародирую. Ну, и другие персонажи. Вот я хочу еще послушать. Да, я тоже хочу послушать. Да, можно? Кого-нибудь? Пародируйте. Ну, давайте, Борис Новиков из кинофильма «Тень исчезает в полдень». Там был такой персонаж, значит, Устим Акимыч и этот самый «Купи-продай». Вот, и он, значит, «Купи-продай», обращается к Устиму Акимычу и говорит. Устим Акимыч, где ты так нализался? А Дарья твоя пошла к Ивану, теперь пойдут мальчики, девочки. Загремим под фанфарой. Отлично. Отлично. А вот вы говорите, что вы смотрите мультики. Можно фрагмент из мультфильмов для детей? Ну, один из моих любимых мультфильмов – это, соответственно, «Жил-был пёс» и «Медваль, лиса и мотоцикл с колянской». Ну, «Жил-был пёс» вам, наверное, более известен, чем тот. Ага. Птичек ловишь, да? А помнишь, как ты меня гонял? Да я это… Работа такая, да? А я вот бегаю целыми днями по лесу, никто мне даже косточку не даст. А теперь ты такой же, как и я. А есть такой момент, когда он накушается, да есть, вот такой пузо у него такое огромное. Он говорит, обращайся. Да, он говорит, прибегает к нему и говорит, что опять выгнали? Нет, я это, есть хочешь? Ага. Раз пошел. Ну, сейчас спою. Да. Тут ему раз опять. У-у-у-у. Папа-папа-папа-папа-папа. Спасибо. Ну, ты если что, так как и. Отлично, уважаемые друзья, да, вот. Видите, какие. Вспомнил? Вот тебе весело было? Советские фильмы, мультфильмы. Уважаемые телезрители, спасибо вам, Владимир, что вы пришли. Спасибо вам огромное. Желаем вам творческих успехов. Ждем ваш гала-концерт с вашими пародиями, с масками. Уважаемые телезрители, у нас был известнейший пародист Кыргызской Республики, это Владимир Горицкий, да, я извиняюсь, Горицкий. Ну, а у следующего у нас рубрика шоу-бизнес новости. Спасибо. Спасибо. Спасибо.